Здравствуйте, Ирина Владимировна. Я Максим Прокопишев. Я корреспондент из нашего садика. Я хочу задать вам пару вопросов. Как вы стали министром? Ой, Максим, ты такой молодец. Ты даже как меня зовут все правильно сказал. Ты знаешь, ну вот так сложились обстоятельства, что я вот стала министром, и поэтому очень-очень хочу помочь тебе и вот таким деткам, как ты. Совсем еще юный корреспондент Максим и еще многие воспитанники Сергеева Посадского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Оптимист» получают в стенах центра необходимую помощь. Подобные реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями очень востребованы в Московской области. В прошлом году по поручению губернатора было открыто 10 мини-центров на территории Подмосковья. На их оборудование и содержание заложены средства в бюджете. Центр «Оптимист» существует с 1998 года. Он рассчитан на 72 человека. Но в последние годы все труднее вместить всех желающих получить реабилитационную помощь. Некоторым детям приходится желать своей очереди несколько месяцев. Однако после сегодняшнего визита высоких гостей у «Оптимиста» появилась надежда на развитие и расширение. «Пока запланировано открытие еще девяти мини-центров для родителей с детьми-инвалидами. Но вот, к сожалению, туда не попал Сергей Фосад. Но сейчас у нас с нами был и глава Сергеева Фосада, который, понимая вот эту проблему, все-таки обещает подыскать дополнительное нам помещение. И если мы его найдем, конечно, мы оборудуем еще один такой, ну, такой, наверное, чуть поменьше. Желательно, чтобы, конечно, он был не рядом. Родители, проживающие, да, они же не компактно все-таки проживают, чтобы им тоже было удобно водить своих детей на занятия, потому что мы все очень хорошо понимаем, что есть такая проблема, количество детей-инвалидов, к сожалению, растет». Министр социального развития в Московской области Ирина Фаевская и глава Сергеева-Посадского района Михаил Токарев осмотрели те помещения центра, которые нуждаются в ремонте. Таких около 50%. Средства на ремонт «Оптимисту» будут выделены из областного бюджета – порядка 13 миллионов рублей. «Министерство принято решение о том, о выделении на этот год нам средств на ремонт помещений и на благоустройство территории. То есть в этом году мы должны отремонтировать все в «Оптимисте», что не было до сих пор отремонтировано, и полностью произвести благоустройство наших участков. Дело в том, что два года назад, может быть, вы помните, администрация города тогда приняла решение о том, что нам будет передан прилегающий к нам небольшой участок земли. И вот сейчас в Минимущество закончилась регистрация, оформление этого земельного участка, и нам, соответственно, нужно эту территорию оформлять, облагораживать и начинать уже ей пользоваться, ну, уже для наших целей». Ремонт и благоустройство территории должны быть завершены уже до конца текущего года. Татьяна Сташенко, Сергей Власов. День города.